И повышая мастерство подачи информации, в первую очередь для и самих себя, и для всех, кто смотрит вводные технико-экономические вебинары уже не по первому разу, соответственно, плавно мы всегда переходим на расширенный технико-экономический вебинар, на котором мы уже рассказываем более углубленно мир Skyway, опять же, без каких-либо технических и технологических сложных моментов. Для этого существует 100 ответов на 100 вопросов, издание было недавно переработано, дополнено, и, соответственно, здесь мы уже рассматриваем, каким мир будет с приходом Skyway, какие новости у нас проходят в виде развития и применения тех адресных проектов, которых можно рассказывать, того общения с чиновниками, министрами и так далее, с кем, опять же, общение уже прошло и о чем можно говорить, потому что поддерживаю представителей ЗАО «Струнные технологии», в первую очередь Виктора Бабурина, когда на многие вопросы можно ответить одним ответом, что, извините, но существует коммерческая тайна, существует неразглашение информации, и всему свое время узнаете вовремя. И мы с Сергеем Анатольевичем, несмотря на то, что всегда желаем с вами поделиться теми моментами, которые новые, животрепещущие, так скажем, и которые, возможно, подтолкнули развитие проекта, но не имеем права о них рассказывать. И сегодня, дорогие друзья, я построю презентацию несколько другим образом. На фоне будет идти та презентация, которую недавно скомпоновал, более 50 слайдов. Это от и до, сначала получение документов на Землю, и по сей день, по не 29 июня, но по 22 июня скомпонованные слайды, которые я буду обновлять время от времени, раз в неделю, либо раз в две недели. Вы также можете обновлять, потому что костяк уже непосредственно в презентации сформирован. Я могу сказать, дорогие друзья, что это железобетонные аргументы именно в виде строительства. Для тех, кто не верит, что наш проект развивается, что хватает финансирования на строительство, наш проект развивается, идет и будет идти до победного. И, соответственно, поставьте плюсики, кого именно интересуют вот эти слайды, что я их пущу фоном. Потом, естественно, буду я говорить о других вещах и минусики те, кого это будет отвлекать. Возможно, мы построим таким образом презентацию в будущем, чтобы те люди, которые только присоединяются к проекту, мы будем показывать историю нашего проекта, историю развития нашего проекта с описанием. И более того, я этой презентацией с вами поделюсь. Используйте, пожалуйста, этот инструмент. Всех интересует, дорогие друзья, то, что на прошлых неделях буквально всколыхнуло весь интернет, все СМИ, это то, что Hyperloop поддерживается, не поддерживается, провидится, не провидится, может быть, даже Владимир Владимировичем Путиным. Эта информация всех всколыхнула. Многие начали волноваться, что якобы Hyperloop это наши конкуренты. Многие стали высказывать мнение, недовольство, каким образом наше правительство стало поддерживать на Питерском экономическом форуме наших конкурентов. Но я могу сказать, дорогие друзья, свое личное мнение. Все, что не делается именно в плане информационного распространения, информационного шока, так называемого, и сенсационного шока, делается, если это касается любой индустрии транспорта второго уровня, нам на пользу. Я предположил такую идею, задумывались ли вы о том, на дневном вебинаре об этом сказал, что это все продумано и это все закономерно, логически выстроено, как популяризация для масс населения вообще концепции транспорта второго уровня. Либо представьте, что тех людей, которые проживают в современных мегаполисах, соответственно, спросят о том, желают ли они использовать транспорт второго уровня, и как бы не получилось внезапно, как получилось со Скайтреном, когда якобы по легенде вот этот проект от аэропорта в центр города через недовольство граждан, которые были недовольны, что возле них будет проноситься транспорт второго уровня, возле их окон, соответственно, проголосовали за то, что нет необходимости использовать этот транспорт. То есть, естественно, технологию нужно популяризировать. И очень серьезная массовая пиар, масштабная именно акция, планируется головной кампанией, не будем раскрывать все, так скажем, подробности, но это планируется, потому что популяризировать нашу технологию необходимо, и, собственно, не только развитие через инвестиции, но и чтобы было принятие технологии массами людей, чтобы не было никакого негатива в сфере применения технологии, потому что каждый проект, каждое инфраструктурное решение, которое появляется в современных мегаполисах, и я также через это проходил, оно должно быть согласовано через референдум, через собрание с экологами, то есть высказывание преимуществ транспорта, либо проекта, что он никак не повлияет на экологию, что он никак отрицательным образом не повлияет на жизнедеятельность тех обитателей того мегаполиса, где это будет применяться, либо не мегаполиса. Я считаю, дорогие друзья, что это сугубо положительный факт, что вовсю трубят о возможном сотрудничестве с Hyperloop, и РЖД высказала вообще идею, несмотря на то, что были статьи, что поддерживается Hyperloop и так далее, что эта технология для них абсолютно не нова, и что еще 100 лет назад необходимо было внедрять Hyperloop, об этом говорил Мишарин, и, соответственно, Hyperloop будут, возможно, применять именно по текущей информации, но, скорее всего, при внедрении технологии Skyway что-то мне подсказывает, что про идею Hyperloop забудут, так как Skyway дешевле, экономичнее, безопаснее и менее материалоемко. То есть это значительно сократит расходы, значительно сократит нагрузку на окружающую среду, и мы все прекрасно знаем, что, собственно, перерезание артерии почвенных, грунтовых, подземных вод сказывается очень пагубно для тех или иных территорий, и может сформироваться даже засуха, это произошло в Индии, где пришло время даже оборачивать, вспять, так скажем, устья грязных рек, как Гаанг, например, и сейчас люди вынуждены пить эту воду, из-за того, что высокоскоростными путями это было нарушено. Я уж не говорю о Китае, где 19 триллионов юаней планируют направить на развитие транспортной высокоскоростной инфраструктуры. Как раз-таки экогенная технология в виде SkyWay является тем решением, которое осознают на самом деле чиновники. Дорогие друзья, и я думаю, что в будущем мы обязательно будем целый слайд вообще этому выделять, чтобы вы поняли формулировку, увидели эту формулировку, что 25 марта экспертный совет непосредственно рабочая группа при Министерстве транспорта Российской Федерации признала технологии уже не просто инновационной, но и перспективной, необходимой к внедрению и дальнейшему рассмотрению после демонстрации. Внимание! После демонстрации. Поэтому, независимо от того, что пишут СМИ, независимо от того, что якобы Пишева согласовал с Владимиром Владимировичем Путиным, правда, она будет на нашей стороне, потому что уже ожидает нашу демонстрацию, и я думаю, что широкомасштабное развитие проекта на территории России начнется, тем более, что высшие наши власти не то, что там поддержали и обоими руками за, за Hyperloop, а именно сказали, что да, возможно рассмотрение данного проекта на таких и таких адресных направлениях, но финансирования никакого не будет. И на самом деле, дорогие друзья, как только те инвесторы потенциальные увидят реальный потенциал и возможность использования технологии Skyway в той или иной индустрии, будь то это грузоперевозки, будь то это городской пассажирский транспорт, соответственно, у них отпадет идея вообще инвестиций в технологию Hyperloop, потому что технология Skyway, я могу сказать, что это более эффективная технология в сотни раз, если не в тысячи, чем Hyperloop. В первую очередь это касается стоимости. И вот действительно многих этот вопрос взбудоражил, то есть вот Михаил Кириченко говорит, что даже некоторые стали волноваться, это незакапываемые эко-технопарк, и не прекратилось ли строительство, может быть, это розыгрыш. Нет, дамы и господа, это все реальность, наш проект развивается, наш проект венчурный, сложный, но он идет до победного, своего именно такого триумфального завершения в виде в начале демонстрации городского пассажирского транспорта, далее легкие, одновременно с этим легкие прогулочный, спортивно-экскурсионный, далее, соответственно, грузовой и высокоскоростной транспорт. Все идет по плану, дорогие друзья, и сегодня мы находимся уже на седьмом этапе, я думаю, что плавно и быстро произойдет переход на восьмой этап, и далее намного быстрее, чем мы достигли седьмого этапа, мы достигнем уже пятнадцатого этапа. Какие это сроки будут, никому неизвестно, и никто не вправе судить и предполагать. Это покажет только реальность, есть планы, но, на мой взгляд, что-то мне подсказывает, что на самом деле это будет с опережением событий. И что касается поездки Сергея Анатольевича в Берлин, то раз в месяц, не в Берлин, извиняюсь, в район Бада-Зальцзуфина, то есть, если неправильно выговорил название, это извиняюсь, то есть сложное название, и там мы будем презентовать наш проект фактически каждый месяц, потому что Сергею Анатольевичем мы решили и приняли такое ответственное решение вступить в членство этого инвестиционного клуба и очень большой потенциал сотрудничества, который уже начался. Я думаю, что он положительным образом скажется на статистику привлечения инвестиций с Европы, потому что очень неожиданно, но там были как бизнесмены, предприниматели, так и сетевые MLM-лидеры, также интересующиеся инвестиционными проектами и проект SkyWay всех заинтересовал, потому что на самом деле Европа этого ждет и ждала, дамы и господа. Европа, несмотря на то, что говорят о том, что консервативное инвестиционное мышление и так далее, определенная группа лиц, как раз таки, которая развивает именно в десятки тысяч людей, более 50 тысяч людей, различные проекты, они ждали наш проект, и они ждали тот венчурный, сложный проект, который можно инвестировать и, соответственно, который может реализоваться. Только наш проект на сегодняшний день таковым является. И, собственно, Сергей Анатольевич блистательно презентовал проект. Я думаю, что на следующую поездку поедем либо мы вместе, либо я один, но мы туда будем ездить раз в месяц, потому что стоит популяризировать. На этой площадке, вот как раз членство этой площадки мы и уступили, агенция инвестиционных проектов, европейских инвестиционных проектов. И, собственно, я думаю, что абсолютно не пожалеем, потому что на такую аудиторию абсолютно логично и правильно презентовать проект Skyway, потому что сегодня по строительству мы видим, что происходит. То есть, если 17 сентября, допустим, только начиналось возведение первой анкерной опоры, то сегодня она уже фактически построена. И если возвращаться, дорогие друзья, к логике перемещения транспорта второго уровня, инновационного транспорта, то если немножко посмотреть аналитику, то, что говорит один из руководителей компании Hyperloop One, это одно из направлений Hyperloop, то есть там две компании, вторая Hyperloop Transport Technologies, мы можем сказать, что либо наши вебинары подслушивают, переводят, либо действительно движемся в единой логике, потому что была высказана идея, о которой мы давно говорили, что транспорт ближайшего будущего должен бесплатно фактически перевозить пассажиров. Было сравнение такое замечательное, как использование видеоигр, допустим, раньше их можно было покупать лишь, сейчас их можно скачивать бесплатно, и уже как дополнительное средство монетизации, дополнительные сервисы и услуги, мы используем уже дополнение к этим видеоиграм. Об этом говорил руководитель Hyperloop One. У нас же все это будет окупаться дополнительно, также, если на одном из уровней будут перемещаться грузовые транспортные модули, SkyWay, и это, кстати, на мой взгляд, насколько я понимаю, невозможно при применении Hyperloop, потому что там сложная, дорогостоящая вакуумная труба, то есть фактически в условиях вакуума очень в условиях низкого разряженного давления находится именно перемещение транспортного пассажирского модуля капсулы, и уже давайте не будем затрагивать эту тему, потому что есть высказывания Анатолия Эдуардовича Евницкого, видео, целое сравнение Hyperloop со SkyWay, давайте просто дождемся демонстрацию и все пойдет своим чередом. Сейчас я не буду забегать вперед, потому что Сергей Анатольевич сейчас в дороге, если он успеет, то обязательно включится, если нет, то, соответственно, на следующем вебинаре, потому что сегодня произошли очень серьезные события, так как один из документов, который Сергеем Анатольевичем мы писали в свое время, еще прошлой зимой начинали писать, это аналитическая записка по развитию и применению проекта SkyWay на территории Российской Федерации, каким образом увеличить ВВП и так далее. то есть это находится в открытом доступе, каждый инвестор и каждый желающий может ознакомиться с этой аналитической запиской и дошло до своей цели уже в который раз, потому что произошли с одним из заместителей, с одним из экс-министров, точнее, именно высших эшелонов власти, об этом Сергей Анатольевич уже подробнее расскажет, ну или я в конце вебинара, если он не включится, приоткрою вам завесу этой тайны. Что, допустим, сейчас происходит в Австралии и чтобы было понимание у вас к чему это все ведет и чем Австралия будет для нас плюсом, для нас, для инвесторов, для совладельцев головной компании. То, что сегодня начинается уже развитие пилотного проекта, то есть широкомасштабная пиар-акция началась в Австралии под предводительством очень серьезного инфраструктурщика рода Хука и благодаря этой пиар-акции уже заинтересовались достаточно серьезные бизнесмены, предприниматели, владельцы месторождений и горнодобывающих компаний применением технологии Skyway в Австралии. То есть это уже исчисление на десятки и сотни миллионов долларов. И об этом также говорил на лидерской встрече на Кипре Виктор Бабурин любезно нас почтил своим присутствием. И я могу сказать, что вообще вот эта лидерская встреча, несмотря на то, что присутствовало именно европейцев и так далее, и людей наших русскоговорящих, проживающих в Европе чуть более сорока людей, но это были те люди, которые приехали на конференцию именно на вот этот сбор не отдыхать на Кипре. И я очень рад, вы, я думаю, что видите, что не особо сильно загорел, потому что не было времени вообще отдыхать, и это действительно счастье, когда встречаешь своих единомышленников, обсуждаешь уже конкретные вопросы. В Братиславе у нас будет 5 июля очень серьезная конференция, будет более 300 людей, возможно, будет телевидение, пресс-конференция, и те лидеры, которые приехали на лидерский сбор на Кипре, соответственно, являются уже теми людьми, которым мне нужно объяснять, давать институционную грамотность, давать маркетинговую грамотность и так далее, они знают, как все сделать, единственное, что требуется, это донести им информацию по технологии и, соответственно, выстроить уникальный и доброжелательный интерфейс сервиса Skyway Capital, чем сейчас мы и занимаемся. И вот эти замечательные все люди, то есть я их знаю все по именам, то есть вот справа, можно сказать, такая Dream Team, команда мечты, Виктор Бабурин находится также справа, это те люди, которые на сегодняшний день развивают Европу и очень серьезно развивают, очень серьезный приток инвестиций. Я могу сказать, дорогие друзья, если в 2013 году мы запустили эстафету и начали бежать действительно марафон именно среди русскоговорящих, русских, проживающих в первую очередь на территории России, Украины, Казахстана и так далее, и очень редко отдаленные регионы, то есть в виде именно таких вот единичных инвестиций, то сегодня я могу сказать, что мы русские передали эстафету европейцам, то есть если кто-то из нас марафонцев начал выдыхаться, то европейцы сейчас нас поддержат именно в плане финансирования проекта. И более того, если говорить про демонстрацию, хватит ли средств на демонстрацию, определенно можем сказать, что да, уже на демонстрацию абсолютно хватит средств на демонстрацию городского, пассажирского, легкого, прогулочного транспорта. И мы уже осенью увидим демонстрацию, и собственно это увидит весь мир, дорогие друзья, это пролетит через все СМИ, потому что этого мир на самом деле на сегодняшний день ожидает. И то, что на лидерской встрече мы почувствовали, что люди настолько готовы и настолько ждут Берлина, выставки инотранс, и более того, я могу сказать, Виктор Бабурин объявил, я также хотел бы на этом вебинаре объявить, те, у кого есть конкретные связи, подготовленные контакты, что значит подготовленные, это немножко вот такой политинформации, то есть давайте пожалуйста прекращать неподготовленные потенциально крупных инвесторов, потенциально каких-то высших эшелонных властей, давать примеру Виктору Бабурину, потому что у Анатолия Эдуардовича я даже не представляю, какой график будет на инотрансе и у Виктора Бабурина также будет очень плотный график, но те люди, которые действительно захотят подписать соглашение о сотрудничестве, вот допустим сейчас буквально на вебинаре Юрий сбросил инициативу по поводу компании, с которой можно было сотрудничать уже по строительству и так далее, по реализации проектов непосредственно в Германии, если есть такие компании и они действительно заинтересованы и в сотрудничестве, либо в инвестициях, то приводите таких людей, представителей, готовьте их, давайте им первичную информацию, готовьте их к тому, что времени действительно мало, потому что приедут министры, приедут, я думаю, президенты стран также наблюдать за современными транспортными тенденциями, потому что на сегодняшний день весь мир, вся планета осознает, что транспорт уже пора менять, и что на сегодняшний день мы уже подошли к новому технологическому укладу, который мы развиваем, и если в сентябре мы показали демонстрацию 1 к 10 наших подвижных составов, то соответственно 1 к 1 уже будет показан в Берлине подвижной состав, это будет не просто макет, дорогие друзья, это будет действительно уже опытный образец один к одному, то есть в Unibike человек желающий сможет присесть, покрутить педали, выстроить маршрут, то есть заложенный в операционную систему, да-да, в Unibike будет операционная система, будет специальное приложение, которое я искренне надеюсь, что будет управляться через мобильный телефон, и соответственно мы по заложенному воображаемому маршруту сможем прокатиться, я это видел на выставке на очень большом стенде и на проме позапрошлом году, когда Китай были лидером выставки, и соответственно China Railways выставляли свой стенд в виде именно тренажера, за который вы можете присесть и покататься на их высокоскоростном подвижном составе, и огромное значение для нас является посещение выставочного стенда, будет два выставочных стенда, один большой, другой поменьше, поменьше будет находиться Future Mobility, скорее всего там будет временами либо Виктор Бабурин, либо ассистент или ассистентка, свободно владеющая английским языком, как минимум, и соответственно основное движение будет на главном стенде, который будет находиться рядом с Симмонс, Допельмайером и другими подобными технологиями-гигантами современной транспортной индустрии. И соответственно это покажет действительно многое, дорогие друзья. Я считаю, что рост ценности наших с вами обязательств произойдет даже во время этой выставки, потому что наверняка будут подписаны соглашения, меморандумы о сотрудничестве, протоколы, о намерениях и многое-многое другое соглашение между администрациями, потому что на это подобные выставки и подобные мероприятия на самом деле, дорогие друзья, и рассчитаны. И вспомним, что никто не просился на эту выставку, и я был крайне удивлен, что вообще не планировалось участие, и участие как-то само пришло в этой выставке. Более того, я точно не знаю, но предполагаю, что уже запланировано достаточно серьезный ряд встреч с представителями головной компании, зао струнные технологии, и могу сказать, что несмотря на то, что даже 5 июля, если говорить про график, про загруженность представителей и руководителей головной компании, естественно, про Анатолия Эдуардовича вообще и речи нет абсолютно. Виктор Игоревич Бабурин, несмотря на то, что планировалась его поездка также в Братиславу, так как у нас 5 числа конференции до 10-го будут приватные встречи с различными потенциальными средними крупными инвесторами, 10-го организуют уже круглый стол. Также планируется, я думаю, что подготовится европейцы встреча с высшими эшелонами власти и транспортной индустрии Словакии. Вы все помните, что очень сильно нас взбудоражили также СМИ протоколом, соглашением о сотрудничестве между Hyperloop и Словакией. И более того, я вам могу сказать, дорогие друзья, что то, что вызвало такой бурный ажиотаж у представителей нашего проекта, у разговорящих, у представителей технических словацких университетов, вызвало буквально отношение смех. И не будем останавливаться об эффективности, неэффективности технологии Hyperloop, но что примечательно, 6-го тоже будет интересное мероприятие, то есть диджитал конференция, там Hyperloop также будет присутствовать, возможно мы в виде промышленного шпионажа, так скажем, съездим туда и пообщаемся, естественно, по душам пообщаемся, как партнеры, спросим про адресный проект, про промышленный шпионаж, думаю, что все поняли, что это была шутка. И Виктор Игоревич Бабурин в это время по приглашению аналитического центра при Министерстве иностранных дел будет присутствовать на серьезной встрече, конференции в Восточной Африке, в Танзании, то есть это будет с 10-го числа и, соответственно, там будет уже руководители министерств, то есть это прямая подготовка, дорогие друзья, к событию в Берлине. И те, кто желает присутствовать на этом событии, пожалуйста, позаботьтесь заранее о местах, потому что отели бронируются буквально за несколько месяцев, признаюсь честно, я сам еще не забронировал, но буквально на неделе буду этим заниматься. И присутствуйте на этом мероприятии, если вы желаете пропитаться полностью проектом Skyway, и если у вас есть крупные потенциальные инвесторы, потому что они более чем будут смотивированы совершить инвестицию, в которую они не то, что сомневаются, сомневающиеся туда не особо стоит вести, а которым нужно показательно еще представить что-то, а это что-то может быть именно подвижной состав модели один к одному, то есть Unibike и Unibus, легкие прогулочные, спортивные, экскурсионные и городской пассажирский транспорт. И давайте еще раз проголосуем, дорогие друзья, вот кому-то мешает вот это перелистывание слайдов, то есть то, кому не мешает, поставьте плюсики, то, кому мешают минусики, чтобы понимать, насколько необходимо это применять при конференциях, потому что у нас ожидается ряд конференций и соответственно мы будем помимо идущих картинок в виде слайд-шоу применять это в виде рассказа о развитии и истории технологий, как это все развивается. То есть, кто-то желает, может просто посмотреть дату и я был поражен, когда сам европейцев делал презентацию по этим слайдам, насколько испытания природные даже были созданы для нашей технологии. То растает все, то замерзнет, то соответственно какие-то такие вот локальные не то что катаклизмы, но резкие суровые условия происходят. Это испытание для нашей технологии, которое, видимо, задумывалось небесами и мы успешно проходим испытания. И я могу сказать, что не все технологии и не все технологи смогли бы правильно рассчитать строительство, возникли бы какие-нибудь трещины, какие-нибудь сдвиги фундаментных плит и так далее, что мы сплошь и рядом наблюдаем при неправильном встретивстве жилых домов. Собственно, у нас все четко, у нас все по стандартам, по международным стандартам и также это будут перенимать уже и австралийские коллеги в виде такого именно технологического обмена. Я могу сказать, что у тех, у кого есть крупные инвесторы, действительно серьезные крупные инвесторы, те, кто желает инвестировать миллион до 5 миллионов долларов, к примеру, можно также пообщаться через Виктора Бабурина, можете вначале связываться со мной, чтобы Виктора не отвлекать по неконкретике, так скажем, и инвестировать и в австралийскую компанию Skyway Transport Австралии, и в головную компанию. Это будет закрытая, так скажем, подписка, очень важная и очень выгодная, самое главное, так как будет доля и в австралийской компании, которая будет заниматься всеми адресными проектами по Австралии, это далеко не только университет Флиндерс, это уже и грузовые перевозки, и различные освоения различных месторождений, о которых я сказал, и многое-многое другое, я думаю, что это придет к кольцевой дороге вокруг Австралии также, потому что на самом деле Skyway подходил, но были недобропорядочные партнеры в этом плане, то есть господин Узлов, с которым произошел суд, суд мы выиграли, так скажем, и сейчас и представители головной компании, и сам Анатолий Эдуардович переживали, естественно, этот суд, но время пришло везде побеждать действительно наши технологии, это нужно просто оставить в прошлом, потому что уже вот наших недобросовестных партнеров, конкурентов, которые говорили, что это они создали струнную технологию, что Дуботовка создал струнную технологию, это все неправда, это все было доказано, это все было зафиксировано, и соответственно судебно доказано, суд был проигран узловым Дуботовкой и собственно представителями я думаю, что компания Эджекс в том числе. И то, что сейчас происходит, дорогие друзья, вот собственно с запозданием намеренно я включил слайды, чтобы вы видели строительство, то есть днем и ночью и в снег и в холод и в дождь и в слякоть велось строительство и сегодня мы достигаем тех эффектов, которые действительно ошеломляют и поражают. То есть это запараллельное строительство непосредственно уже по строительству легкой прогулочной трассы, по строительству городской пассажирской, различные анкерные опоры, то есть кроме первой анкерной опоры, совмещенной с транспортно-логистическим узлом, также уже строится вторая анкерная опора, в июне она началась строиться, уже возводится первая анкерная и вторая анкерная опора легкой трассы, и легкую трассу, как говорил Анатолий Эдуардович, планируется возводить действительно в рекордные сроки в будущем, и я думаю, что показательно это будет продемонстрировано, и мы выйдем в срок на демонстрацию, это произойдет уже буквально через считанные месяцы, то есть время пролетит очень быстро, дорогие друзья, потому что осталось, ну, если посчитать, сегодня уже фактически июль, июль, август, сентябрь, октябрь, ну, максимум ноябрь, то есть 4-5 месяцев, что это такое, дорогие друзья, это ничего с масштабами нашего проекта, где год считается за 10 лет, и действительно ошеломительно был поражен и Ротхук по сравнению с тем, что произошло во время его отсутствия на экотехнопарке, то, что он видел только возводимую анкерную опору, и этот человек рискнул на данной стадии серьезно, инфраструктурно начать развивать проект на территории Австралии, естественно, за это он получил и привилегии в виде создания транспортной компании Skyway Transport Австралии и набирания в консорциум соответствующих уважаемых людей, и мы с вами, естественно, так как головная компания входит также в Skyway Transport Австралии, будем иметь долю во всех адресных проектах, которые будут проистекать на территории Австралии. Единственное, в чем мы не будем иметь долю, дорогие друзья, это ОТС, и мой вопрос был у Анатолия Эдуардовича, возможно, возможно ли сейчас стать совладельцем ОТС, инвестируя в корневую компанию. Анатолий Эдуардович улыбнулся, естественно, дорогие друзья, это уже будет слишком жирновастенько, так скажем, и я думаю, что наши дети будут уже инвестировать, я говорю про свое поколение, в развитие ОТС, если на то, опять же, я всегда говорю такие фразы, позволит головная компания, и, соответственно, мы с вами также будем инвестировать, правильно сказали в чатах, потому что я солидарен с этой логикой, и об этом говорит наш гуру, практик Виктор Тарасов, именно четко, консервативно, доступно на финансовых, на вебинарах по финансовой грамотности, пожалуйста, вот сбрасываю еще раз ссылки, что такое ОТС, это общепланетарное транспортное средство, то есть на водном технико-экономическом вебинаре мы это рассматривали, и Виктор Тарасов говорит, что всякая прибыль больше 20% годовых, это действительно очень серьезная прибыль, и если допустим какой-то фонд получает 1-2-3% в течение 10 лет, то соответственно это будет очень серьезный успех, и это создание современных Ротшильдов, Рокфеллеров, и так далее, как вот в привычном понимании, чтобы было понятно всем, и то, что сегодня все активы имеют в основном минусовые показатели, вот мы видели также развитие ситуации по Brexit, и Soros на этом очень так серьезно заработал, и хотелось бы инвестировать в ту технологию, которая независимо от кризиса будет функционировать, и будет восстанавливать экономики различных стран, дорогие друзья, это как раз таки технология Skyway, и да, я солидарен Александр с вами, то есть я специально вот сильных якобы мира сего привел сравнение для общего понимания, но ни для кого не секрет, я думаю, что все прекрасно понимают, что мы формируем новое инвестиционное мышление на основе инвестиций именно в ту технологию, которая будет не просто прибыльной по капитализации, по будущей ценности активов, но сверхприбыльной, и заглядывая в будущее немножко, то, когда мы будем осознавать и понимать ценность акций, осознавать, что столько, так скажем, средств нам и не нужно, мы будем совершать, я думаю, реинвест, уже общепланетарное транспортное средство, которое решит уже планетарного масштаба проблемы и задачи. И, дорогие друзья, собственно, в логике того, что сегодня мы уже находимся фактически на преддемонстрации, то есть осталось считанные 4-5 месяцев, мы запускаем цикл конференций, очень серьезных, интересных конференций и ближайшие, пожалуйста, запишите, я также обязательно скопирую вам информацию, вот, собственно, прямо вот через несколько дней будет цикл этих конференций, пожалуйста, присутствуйте на них, если вы желаете, это Казань, далее это Магнитогорск, далее это Челябинск, далее Екатеринбург, посмотрите на отрезки времени, то есть это фактически турне, и далее уже будет Братислава, присоединяйтесь, всегда будем рады видеть новичков, дать информацию, пообщаться с достаточно крупными, серьезными инвесторами, с различными представителями властей, можно организовывать заранее встречи, выходите на те контакты, которые вы видите на ваших экранах, и соответственно, кто живет в Европе, пожалуйста, запишите место, время, отель, конференции в Братиславе, и уже позже, я думаю, что через скайп, если будет стабильный интернет-сигнал, мы осветим уже 10-го числа серьезнейший круглый стол готовят именно наши европейские коллеги, и они четко осознают, что уже сейчас можно посеять семя будущих адресных проектов. Виктор Бабурин едет в Танзанию, так скажем, в Восточную Африку, чтобы посеять семя среди африканцев, индусов, азиатов, именно представителей властей, и дали их пригласить и непосредственно в Берлин, непосредственно уже на демонстрацию, и соответственно естественно будут заключены серьезные соглашения. Так, дорогие друзья, я сбросил ссылки, увидели ли вы их, либо я сбросил отдельному человеку, если нет, то я их повторю обязательно. И собственно у нас так, не сбросил ссылки, значит я сбросил к отдельному человеку, сейчас чуть попозже я повторю, потому что очень важно не все, я думаю, что записали данные цикл конференции, и кто-то, у кого-то есть знакомые в Казани, в Челябинске, в Екатеринбурге, в Братиславе, пожалуйста, проследите, чтобы все ваши партнеры были оповещены. и я хотел бы вас еще раз мотивировать, дорогие друзья, на Берлин. Это будет действительно наш очень серьезный экзамен, это будет наш экзамен поддержки, приверженности компании, и те, кто пожелает извольте посетить данный стенд, мы сделаем специальный лендинг, чтобы вы передавали. Многие люди, кто интересуется технологией, интересуется просто инновациями, но не в курсе технологии Skyway, будет для него точкой входа как раз таки именно технология Skyway выставки на инотрансе в Берлине. И это, дорогие друзья, очень серьезный факт, очень серьезный аспект, человек может войти, прийти, я не побоюсь этого слова, приинвестировать даже сотни тысяч долларов, потому что там будут действительно железобетонные аргументы, приобрести билеты можно традиционным способом на сайте и соответственно не будет никаких билетов оптом и так далее, то есть пожалуйста самостоятельно приобретайте и на сайте инотрансе вся эта информация доступна, то есть сейчас чуть-чуть попозже я сброшу ссылку, передавайте пожалуйста это партнером, потому что все мы приобретаем билеты таким образом, бронируем отели, к сожалению оптовых скидок никаких нет, потому что это мировая транспортная выставка, тут как говорится не до этого, ну и собственно будем надеяться, что сейчас Сергей Анатольевич включится, у нас осталось буквально несколько десятков минут до конца вебинара Сергей Анатольевич если вы на связи то расскажите пожалуйста про сегодняшнюю встречу с высшими эшелонами власти все что можно рассказывать расскажите все что нельзя оставьте в строгой коммерческой тайне строй скайвей спасай планету и дай друзья добрый день добрый вечер точнее я извиняюсь во первых за позднее включение во вторых я прям прям вот сейчас только зашел в свой кабинет включил компьютер действительно я в дневном вебинаре не смог присутствовать я только сегодня прилетел в Москву вчера встречались с Николем Дуаровичем с Виктором Бабуриным обсуждали очень много текущих моментов обсуждали вот цикл сейчас предстоящих конференций на чем акцентировать внимание вот и Алексей абсолютно правильно сейчас все сказал я пока ехал в мобильном режиме слушал ну возможность была и вот сейчас включился уже где хороший интернет действительно что у нас сейчас основное идет это подготовка уже к мировой презентации это инотранс это ключевое событие вообще для всего коллектива для лично Анатолия Эдуардовича Юницкого естественно что он очень серьезно переживает очень серьезно ну скажем так нервничает это естественный процесс и действительно ответственность на нем сегодня лежит колоссальная поэтому наша задача всем поддержать сделать и мы активно сейчас работаем и в этом плане благодарность всем кто сегодня инвестирует работает приводит новых людей потому что проект растет мы растем количество людей увеличивается с каждым днем мы растем сегодня с точки зрения прихода инвестиций это тоже очень важный сегодня процесс мы растем с точки зрения внимания Алексей тоже упомянул что я дневной не смог участвовать потому что были несколько очень важных встреч и уже с чиновниками высокого уровня которые сегодня тянулись и мы с Алексеем писали аналитические записки там для Совета Безопасности администрации президента год назад и сегодня есть реакции уже просят прокомментировать просят показать что сделано за этот год естественно все впечатляет и это тоже большая проделанная работа еще очень важный сегодня момент это переговоры с инвесторами которые уже заинтересованы и смотрят о том как развивать дальше проекты о том как участвовать в финансировании адресных проектов как сегодня строить инвестиционную схему которая будет дальше уже запускаться поэтому друзья можно сейчас четко констатировать процесс набирает обороты и Алексей на дневном вебинаре сегодня как раз говорил что у нас будет такая маленькая предпрезентация Виктор Баборин заместитель генерального директора правая рука сегодня Анатолида Арчи Юницкого в том плане что он на следующей неделе летит уже в Африку конкретно в Танзанию по я правильно по-моему сказал если я ничего не перепутал в Танзанию это интересная страна она в 4 раза больше Белоруссии она и по населению и по территории там будет встреча министров транспорта основных африканских стран и он будет делать презентацию технологии причем это все сделано уже с подачей и с рекомендацией МИДа Белоруссии который предложил презентовать эту технологию который вышел с такой инициативы это говорит о том что это уже официальная поддержка властей Белоруссии о том что технология представляется и делается и что на территории Белоруссии идет строительство экотехнопарка это большой задел на будущее потому что Африка и африканские страны это сегодня колоссальнейший это огромнейший перспективнейший рынок сегодня по запуску поэтому это будет скажем такая предпрезентация для Виктора это будет большая премьера когда он будет именно уже такого рода чиновником и такого рода будем презентовать проект поэтому пожелаем давайте когда это будет конкретно мы пожелания чтобы в прямом эфире это конечно мы не можем сделать не знаем какой там у них интернет хотя я думаю что он уже везде есть но во всяком случае попросим если уж не запись самого выступления то фотографии с основными министрами транспорта фотографии с основными ключевыми а мы в это время обязательно с вами выберем что его надо поддержать за него надо обязательно как говорят поддержать кулачки и все вместе пожелать ему удачи потому что его удача его выступление это в конце концов наша работа наш проект и продвижение он настроен конечно очень оптимистично сейчас ставит себе все прививки для того чтобы лететь в Африку поэтому это очень такая серьезная работа по то что мы говорили инвесторы которые сегодня входят и проработка она идет самым активнейшим образом и здесь к сожалению друзья поверьте мне к большому моему сожалению я очень многие вещи не могу говорить хотя есть ну хотя новости которые сейчас но они будут очень интересны но друзья давайте дождемся где-то середины июля и я думаю что Анатолий Дуарович где-то после 23 объявит очень интересные события которые сейчас мы готовим происходят и это активнейшее развитие как Алексей сказал у нас сейчас начинается очень интенсивное время мы сознательно сейчас работаем делаем более интенсивно то есть у нас сейчас идет целый цикл конференций которые пойдут по Уралу то есть завтра я буду в Казани послезавтра в Магнитогорске потом в Челябинске потом в Екатеринбурге вот везде у нас готовятся встречи я сейчас согласовываю то есть в Казани это будет на уровне администрации президента и мэрии в Челябинске это с крупными бизнесменами и с работниками ну там с сотрудниками областной администрации в Екатеринбурге это крупный бизнес который сегодня у нас помимо конференции расписан поминутно буквально весь график о том с кем и как встречаются поэтому друзья я сейчас могу констатировать что интерес растет я вчера интересно проводил день то есть по самое ужинал там в Болгарии потом завтракал в Стамбуле обедал в Вильнюсе а ужинал в Минске с Анатолием Эдуардовичем вот поэтому везде ведут идут очень серьезные переговоры везде партнеры которые сегодня включаются поэтому друзья просто сейчас уже не то что мы говорим какие-то пожелания а действительно это интерес огромный к проекту я уже говорил на прошлом вебинаре когда Виктор с Алексеем и вся наша команда именно лидера была на Кипре где проводили именно такой мозговой штурм по дальнейшему развитию я как раз только вернулся из Ганновера где у нас появились очень серьезные партнеры это агентство европейское агентство бизнес-проектов где к нам подключились очень серьезные сегодня инвестиционные агентства которые привлекают проекты вот они сейчас развивали последний год проект куда было инвестировано несколько десятков ну где-то порядка 50 миллионов долларов и участвовало в этом более 36 тысяч немецких инвесторов вот сегодня вся эта команда все это агентство включаются в наш проект и могу сказать что я в корне изменил свое отношение к немецкому рынку к европейскому рынку если я туда ехал помните я вам рассказывал что моя задача рассказать о проекте заинтересовать показать юридическую схему то сейчас я могу четко утверждать что и это я увидел что нас ждут и немцы очень прагматичные очень грамотные инвесторы они очень досконально разбираются в проектах и если я боялся что их пугает венчурность нет друзья понятие абсолютно у них правильное что на акциях мерседеса бмв и сименса заработать невозможно они дают сегодня 1% годовых год 1% то есть это ниже инфляции поэтому если с точки зрения надежности перспектив может быть можно рассматривать но с учетом всех проблем автомобильных гигантов которые сегодня есть я бы не брался как специалист утверждать что инвестиции в такого рода акции это сегодня наиболее интересные вот поэтому они как инвесторы понимают что серьезно инвестировать и рассчитывать на серьезный доход можно только высокорисковые венчурные технологические проекты и как раз это агентство выступает партнером для своего пула инвесторов которые обеспечивают такие проекты и нас пригласили как раз туда для того чтобы представить этот проект и очень многие инвесторы прямо там на конференции сейчас уже Алексей не знаю говорил не говорил уже идет регистрация именно в наш Skyway Capital уже начались первые проплаты то есть идут инвесторы и они входят сразу с суммами не менее 5-10 тысяч евро потому что немцы не понимают что такое инвестиция 100 долларов или 100 евро для них 100 евро это в ресторан сходить а инвестиция должна быть больше и как раз выступление вот завтра наверное Алексей будет связываться с руководителем этого агентства они обещали предоставить или дать доступ на записи которые они сделали на своих ресурсах и как раз можно будет наверное посмотреть и может быть с вашей точки зрения критически оценить мое выступление которое я готовил сжатко сжато коротко доходчиво и я могу сказать эта цель по мере того как сегодня стали появляться эти партнеры наверное она достигнута и сейчас мы за правило возьмем это агентство делает проводки ну так проводит сбор инвесторов где-то от 50 до 100 человек каждый месяц и мы с Алексеем наверное по очереди будем участвовать в такого рода презентациях потому что это очень важная работа и дальше мы сейчас начали эту работу не только в Германии а там были лидеры которые серьезно привлекают инвесторов и во Франции и в Италии и я могу сказать что интерес к проекту очень серьезный и их нисколько не пугает что это русский изобретатель они видят что работает и юридическая схема устроена по международному праву они сами мне говорят а кто был Сикорский а кто был Лужуковский а кто был Циолковский то есть они все эти имена знают и они понимают что если сегодня русский изобретатель русский инженер Юницкий представляет технологию то именно которая в транспортной сфере меняется а кто ее должен делать и это тоже очень хорошее понимание их не пугает сегодня венчурность потому что они очень хорошо понимают что заработать можно только в рисковой ситуации но что они от нас просят и мы будем дальше делать это грамотное техническое доведение информации и мы будем теперь совершенствовать сайты и делать сайты на немецком языке и доводить уже до инвесторов мы будем совершенствовать работу в личном кабинете он должен быть четкий прозрачный легкий доступный поэтому это тоже будет нас дисциплинировать поэтому мы совершенствуем и здесь как раз друзья тоже к вопросу многим задают вопрос соответственно и мне тоже первый вопрос который задал что все они знали о проекте то есть это нет тех инвесторы которым вот так иногда меня мы хотим вас познакомить с крупным инвестором я включаюсь на скайп он говорит ну рассказывайте я говорю что рассказывайте чем вы занимаетесь я говорю а вы что не читали не смотрели он говорит нет я вот хочу чтобы вы мне рассказали я говорю ну почитайте посмотрите сайт а я в общем-то отвечаю на вопросы когда вам что-то непонятно рассказывать что это за проект это не серьезный подход то есть серьезные инвесторы они изучают смотрят а которые хотят инвестировать серьезные деньги они прилетают в Марину Горку на своих самолетах если они у них есть если это серьезные инвесторы они проводят встречи с Юницким они просматривают и посещают ЭКТехнопарк Вот это серьезные инвесторы. А когда инвесторы, которые изображают из себя, что они серьезные, говорят, я слежу за вами три года и у вас ничего не поменялось, я не знаю, зачем они следят и что это делают. Это несерьезный разговор. И несерьезные инвесторы. Вот поэтому здесь тоже сейчас можно сказать, вот когда я встретился с немецкими инвесторами, их было 50 человек, все знали о проекте, все изучали. Естественно, у всех есть сомнения, у всех вопросы. И вот мы как раз с этого начинали. Поэтому, друзья, возьмите на вооружение одну очень важную вещь, которую сегодня вот из этого общения я вынес, что ни один хайп, ни одна пирамида не живет больше двух лет. Это закон. Потому что два года за это время любой хайповский проект или имитирующий серьезную деятельность, он умирает. Поэтому первое, с чего я начинаю, говорю, друзья, нам через три месяца в октябре будет три года. То есть мы три года работаем, три года развиваемся и три года совершенствуемся. И поэтому, друзья, мы сегодня развивающийся проект. И если из-за этого времени, я говорю, что возникла уже пирамид хайпов, те, которые претендовали на проекты серьезные и очень серьезно позиционировались, у меня не хватит пальцев ни на руках, ни на ногах для того, чтобы все эти проекты перечислить. А мы, друзья, и нас обвиняли, да и сейчас очень многие говорят, у вас то несовершенно, у вас это плохо работает. Мы говорим, да, друзья, потому что на вот этом интернет-рынке, информационном рынке мы, в общем-то, новички, мы только совершенствуемся, мы это делаем. И мы все-таки научно-производственная компания. И основное наше это работа конструкторов. То, что мы делаем, краудинвестинг, мы сюда применили. И у нас сегодня очень серьезнейшая команда работает в Skyway Capital, которая работает, делает, и мы выходим на серьезные объемы финансирования. И та задача, которая стоит в подготовке к сентябрю, мы ее выполняем. И сегодня нам нельзя ни снижать темпы, ни расслабляться, несмотря на то, что лето, жара и так далее. Мы должны сегодня двигать и продвигать и выполнить взятые на себя обязательства и по финансированию для подготовки мировой презентации в Германии, в Берлине, и потом для демонстрации уже на нашем Октябрьском, как вы называли, Октябрь-фесте, именно Skyway. Это будет уже действующая презентация. И, друзья, я могу сказать, интерес и людей, и делегаций, и все, что будет на Октябрьском событии, сейчас трудно даже предугадать. И сейчас я даже боюсь называть предварительно имена людей, которые будут на, соответственно, этом событии. То есть я одно сейчас четко могу сказать, это очень ответственное, очень важное, но и очень серьезнейшее событие. И из тех наших партнеров, естественно, всех из вас будет приоритет по участию, но я могу сказать, это тот редкий случай, когда мы уже начнем ограничивать количество участников, которые смогут приехать на это мероприятие. Хотя мы и сейчас планируем это порядка трех тысяч человек, которые будут, но боюсь, что нам даже это придется количество участников ограничивать, потому что очень серьезное событие готовится в это, и очень ответственное. И сейчас по тому настрою, который есть у Анатолия Дуаровича, я говорю, я вчера хоть и проездом, но очень благодарен, что он нашел время. Мы с ним прям буквально на вокзале, когда я там пересаживался с одного транспорта на другой, поговорили. Первая моя фраза, которую сказал Анатолий Дуарович, я сказал, Анатолий Дуарович, как жалко, что нету юнибусов, где я могу путешествовать в собственном кресле, и не делать безумное это количество пересадок, ожиданий там самолетов, прохождения таможни и так далее, и так далее. И здесь можно сказать, что как интернет убрал границы информационные, так, друзья, мы с вами работаем над транснетом, основу которой струнные технологии инженера юнибусского, который уберет границы. И я этого очень серьезно жду, и я думаю, что, друзья, через 5-7 лет мы с вами будем путешествовать уже на юнибусах из любой точки мира, в любую точку мира, не слезая со своего дивана. И это, друзья, достойная вещь, и это та технология, которую мы сегодня делаем. Вот, я сегодня встречался тоже с одним очень интересным, теперь можно уже сказать, нашим партнером. Он в свое время, так же, как и я занимал, ну, я более низкого уровня занимал должность в правительстве, ну, в одном из министерств. А это был все-таки бывший министр природных ресурсов, вот, и он очень активно поддержал проект, он начинает двигать определенные проекты, связанные там, мы много раз называли наше любимое с Алексеем месторождение, вот, 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 сейчас человек, который был в прошлом правительстве министром, также становится партнером по продвижению этого проекта. И когда, вот, я ему сегодня рассказывал, показывал суть технологии, то он говорит, вот, ты можешь одной фразой объяснить, чем вы занимаетесь, чем проект занимается. И я как раз привел вот этот факт, что есть пятый уклад, это интернет, мы создаем шестой, это транснет, и если интернет позволил сегодня одним нажатием пальцем получать информацию, не вставая со своего стула, то транснет позволит перемещаться из любой точки в любую точку, не вставая со своего стула, и, соответственно, интернет убрал информационные границы между государствами, транснет уберет физические границы между это. Он так посмотрел, он говорит, ну, вы серьезно замахиваетесь. Ну, и потом уже после некоторых определенных комментариев никаких уже сомнений здесь нет. Поэтому, друзья, я могу сказать, что нагрузка на всех, на нас сейчас будет колоссальная, и вы видите, как сегодня мы работаем уже просто в режиме уже один день, один город, одна конференция, вот, и плюс каждой конференции еще ряд встреч в обязательном порядке с крупным бизнесом. У нас интереснейшие партнеры сейчас появились и в Красноярске, мы об этом говорили, и вот сейчас в Челябинске, в Екатеринбурге, в Казани. В Казани мне сейчас будет вот эта подготовительная встреча, следующий мой приезд, это будет обязательно встреча с руководителем правительства и, скорее всего, с президентом Татарстана, с руководителем Татарстана. Обязательно там будем обсуждать очень серьезные адресные проекты, которые сегодня двигаются в Екатеринбурге, также весь этот процесс будет запускаться. Но, друзья, я могу сказать, что логика работы к сентябрю и после вот этих мировых презентаций, которые пройдут в сентябре и потом в октябре, логика очень серьезно поменяется. Еще, друзья, то есть мысль, которую я хотел четко сказать, что хайп три года не живет, и мы не хайп, потому что мы уже пережили три года, это раз. Второе, у нас идет строительство, мы активнейший проект, которым интересуются сегодня развивающиеся страны, которым нужна инфраструктура, мощнейшие инвестиционные фонды, которым нужны инвестиционные проекты. И эта работа идет, и мы об этом вам рассказываем в каждых новостях, на каждом вебинаре. То есть мы много с вами посвятили времени Роду Хуку и его команде, которая работает, не будем об этом повторяться. Алексей, Виктор летит презентовать министром транспорта африканского континента, тоже очень важный момент. Дальше будет презентация мировая, поэтому мы без новостей и без этой работы, друзья, уже развиваться не можем. Это та сопутствующая часть, которая идет, и поэтому если кто-то говорит, что это несерьезно, или кто-то говорит, что это хайп, будем оставлять на его памяти, на его совести, и говорим, что ребята, помните, изучайте, смотрите, и всегда не забывайте, что вам предложение делалось, и вы его, ну скажем так, в свое время не приняли. Это первое. Второе, очень важный на сегодняшний момент, что проект очень быстро сейчас меняется и переходит уже в инвестиционную стадию. И если для кого-то это еще скрытая часть, или кто-то думает, что это очень отдаленная перспектива, то время развивается так быстро, что это уже реальность, и, друзья, я думаю, даже не думаю, я уверен, что это реальность этого года. Теперь вот после прошлого вебинара очень много обсуждалось, мне много писали в личный и чат, и на почту. Обсуждался вопрос, когда я упомянул облигации и работу с обязательствами, которые сейчас выдает компания, и я, честно говоря, не понял даже, на какой предмет шло обсуждение, вот в общем, чате РСВ мне Виктор Бабурин скинул. Вот меня всегда вызывают умиление, что обсуждают, особенно критикуют, или что-то люди, которые, первое, не смотрят сами вебинары, и, второе, не разбираются в сути от того, что он есть. И мне всегда интересно, как можно обсуждать то, что я говорю, или то, что я, не смотря и не слушая то, что делается. Так вот, ну, это обычно, друзья, привилегии всех болтунов, которые что-то комментируют, не зная что. Так вот, еще раз остановлюсь на вопросе, который был, меня попросили комментировать, это когда можно будет продать части акций, когда можно будет капитализировать те венчурные инвестиции, которые сегодня сделаны, соответственно, в какой период времени. Этот вопрос задается постоянно, и я на него ответил на прошлом вебинаре, очень, по-моему, конкретно и очень четко. Я сказал, ну, и там задавался вопрос, будут ли в этом году или дивиденды, или возможности продать. И, во-первых, кто взял мысль о том, что в этом году, или кто-то обещал, что в этом году мы будем выкупать, или будет возможность продать. Всегда, вы посмотрите наши вебинары и год назад, и полтора года назад, мы говорили периоды, мы говорили этапы, которые сегодня проходят, и нигде не звучал этот год. Другое дело, друзья, что мы очень семимильными шагами идем к закрытию того краудинвестинга, который сегодня существует. Это не значит, что он будет ликвидирован, он будет переходить на новый этап. С приходом заказчиков и крупных инвесторов роль краудинвестинга будет видоизменяться. И мы всегда говорили, что мы будем его направлять на новые венчурные проекты, связанные со SkyTech технологией, которые предлагает именно инженерная школа Анатолия Дальше Юницкого. Потому что он автор не только SkyWay технологии, а целого ряда направлений технологий, которые являются ядром шестого технологического уклада. И о некоторых этих технологиях мы вам рассказывали, и мы будем предлагать инвестировать. Это будут такие же венчурные серьезные инвестиции, как и технологии SkyWay. Второй момент, это будут возможности инвестировать в адресные проекты, для того, чтобы участвовать и приумножать тот капитал, который вы создали на первой стадии. Но как только мы будем приближаться к закрытию, то сегодня наши партнеры, именно финансовые инструменты, которые готовятся к именно работе по финансированию адресных проектов, они прорабатывают схему облигаций, где можно будет с каким-то дисконтом конвертировать ваши обязательства в эти облигации. А облигации, они в обязательном плане будут стоять в разряде байбэка, то есть обратного выкупа. И вы их всегда можете продать. Это не наша работа, это работа наших финансовых партнеров сегодня, которые готовят финансирование. И вы должны четко... Это не значит, что если у вас сегодня вы за один доллар год назад получили тысячу акций, то вы сегодня их за тысячу долларов можете продать. Это, друзья, утопия, потому что рост в миллионы процентов не бывает нигде. Единственное, что мы вам гарантируем, и я вам четко говорил на прошлом вебинаре, это мы будем повторять всегда, что вы не потеряете свои деньги, и вы всегда их можете в любой момент будете вернуть с какой-то прибылью. Вот это да, это мы вам обещаем. И сегодня мы говорим, что конвертация в облигации – это сегодня цивилизационный путь, именно финансовый, грамотный, который сегодня готовится. Каким образом вы можете свои обязательства, которые у вас есть на руках, конвертировать в обязательства и эти облигации продать. И мы не обещаем вам, что это будет бешеный рост, но то, что вы с нескольким коэффициентом умножите свои деньги и ни в коем случае их не потеряете со Skyway, это наше перед вами и моральное обязательство, и финансовое обязательство. И мы максимум будем делать к тому, что если вы захотите выйти из проекта, не дожидаясь, когда эти акции будут стоить по номиналу или приносить какой-то дивиденд, это, друзья, работа нашего общего проекта, то вы всегда можете их с какой-то прибылью для себя на тот момент, который вы сделали, всегда можете продать. Над этим мы работаем, друзья, и скорее всего к концу года механизм вот этих вот конвертируемых облигаций, которые будут выпускаться серьезнейшими банками, вот серьезнейших имитентов, вы можете всегда обратиться и свои обязательства Skyway конвертировать в эти облигации. И никаких других инсинуаций, никаких других сегодня вариантов мы не обсуждаем и не делаем. Естественно, друзья, что при том, когда вы дождетесь уже реальной цены этих обязательств, когда начнется свободное их обращение и они начнут расти в цене, это, друзья, будет заслуженная награда за то время, за то терпение, за тот риск, который вы сегодня несли. И мы не перестаем повторять, что проект не перестал быть венчурным, он как оставался, стопроцентная венчурность, то есть стопроцентов, это значит, вы можете потерять свои инвестиции. И на сегодняшний момент он не перестает быть таковым. И мы абсолютно честно перед вами говорим, что на сегодняшний момент по решению технических вопросов, по мере того, как идет демонстрация, строительство, испытания, я вам могу сказать, что мы еще обязательно с вами посвятим еще, наверное, часть времени на следующем, может быть, вебинаре, этой аэродинамики и сравнению с Hyperloop, я могу сказать, что вчера Анатолий Дуарович меня просто уже реально показал цифры и результаты, которые есть в продувке в аэродинамических трубах и результат, который реально получили. То есть помните, мы уже три месяца говорили, что эти испытания шли, и вот на прошлой неделе, наконец, уже реально есть результат. Могу сказать, друзья, он не то, что превзошел все мои ожидания, я, честно говоря, даже до конца не поверил тому, что сказал Анатолий Дуарович, когда он мне показал, рассказал, делал, друзья, это с научной точки зрения, это просто прорыв в области аэродинамики, движущихся терм, и те результаты, которые сегодня есть, с научной точки зрения, друзья, это просто пик сегодня науки, которая идет в области движения. И естественно, что из таких решений, из таких результатов и состоит вся работа, и почему мы сегодня говорим, что мы кардинально отличаемся от технологий, которые предлагает Илон Маск, Hyperloop, почему мы сегодня с никем, именно с точки зрения конкурирующего преимущества, говорим, что они идут по неправильному пути, по ошибочному пути, как в свое время шел Симмонс, который 60 лет вкладывал деньги, вложил больше 6,5 миллиардов долларов в технологию магнитного подвеса, TransRapid, и это оказалась тупиковая технология, ее закрыли. И поэтому точно так же сегодня те направления, которые пытаются продвинуть Илон Маск с точки зрения Hyperloop, но, друзья, пока мы не вступали в открытую конкуренцию, мы к этому относились, это как партнеры, они занимают свои технологии, мы свои, но когда идет пересечение, что уже начинаются заключаться соглашения с мэром Москвы, с кем мы ведем переговоры, с мэром Санкт-Петербурга, с которым мы ведем переговоры, с правительством Чехии, Братислави, с кем также мы будем встречаться и показывать и здесь, друзья, мы четко уже начинаем говорить, что давайте тогда точно такие же соглашения заключать с нами, потому что мы проект реальный, а Hyperloop Илона Маска – это сегодня утопия. И эта утопия не просто мои пустые слова, это инженерные расчеты, это инженерный взгляд той школы, которая сегодня создает реальную технологию. И мы говорим, что почему она реальная, потому что в этом году будет демонстрация действующих образцов. А Hyperloop в ближайшие 2-3 года не покажет даже прототипа, хотя они утверждают, что что-то они будут показывать, но пока с технической точки зрения, что продемонстрировал Hyperloop месяц назад, это, друзья, вызывает просто, мягко говоря, улыбку, исходя из того, что с технической анализ, тем более для инвесторов, которым предлагаются вкладывать деньги сейчас в технологию Hyperloop. Поэтому, друзья, это уже реальная начинается конкуренция, и когда мы говорим, что венчурность сегодня не уменьшается в связи с тем, что технические возможности становятся все более открытыми, мы показываем возможности технологии, при этом, друзья, увеличиваются риски политические, потому что начинается уже борьба за применение технологий, начинаются риски конкурентов, которые начинают видеть, что мы реально выходим в лидеры. Но это, друзья, сопутствующая часть работы, которую мы делаем. Поэтому уходят технические риски, возникают другие. И, в общем, венчурность проекта, к сожалению, друзья, пока не уменьшается. Но я могу сказать, по мере того, как у нас становится все большее количество участников, по мере того, как становятся все более и более серьезные лидеры, силы, бизнесмены, компании подключаются к реализации, соответственно, эти риски тоже постепенно начинают, ну, скажем так, снижаться, поэтому выходят на более высокий уровень борьбы, но и, соответственно, более высокий уровень устойчивости. Поэтому, друзья, нам тоже предстоит это пройти. И как мы с вами прошли, и после демонстрации мы с вами снимем 100% технических рисков, точно так же, друзья, пройдет время, и мы с вами 100% снимем и политические риски, и конкурентные риски, и, соответственно, все остальные, которые при этом будут возникать. На этот предмет, друзья, уж если мы с вами за эти три года сделали то, что раньше считалось невозможным, а мы с вами дошли до демонстрации, до испытаний, до презентаций, то, друзья, наверное, мы с вами найдем в себе и силы, и разумения, и мудрости для того, чтобы решить, соответственно, все остальные проблемы. Тем более, я могу сказать, что команда, которая формируется и уже сегодня работает, она крайне профессиональная, это я могу сказать по команде Skyway Capital. Мне очень приятно работать с теми людьми, с кем мы сейчас работаем и делаем, и приносим очень серьезные результаты. Вот, я по каждому члену команды могу сказать. Сегодня, если говорить, уже возникает много направлений, которые не только Skyway Capital и Skyway Invest Group, они тоже работают в своем сегменте, они работают своими методами. Где-то кто-то их кому-то нравится, кому-то не нравится. Друзья, это как раз и возникает много точек входа для того, чтобы участвовать в проекте. Сегодня Simex подключился с Сергеем Семеновым, который был изначально при запуске Skyway. Сейчас подключился наш новый партнер, это Европейское агентство бизнес-проектов, которые также сегодня работают крайне профессионально и привлекают сегодня уже более крупных инвесторов для участия в проекте. Это все, друзья, как раз работа, которая развивается, делается, приносит результаты, и, соответственно, мы дальше будем двигаться. А я сейчас участвую уже в переговорах с тем, как будет выстраиваться система финансирования адресных проектов. Причем, я могу сказать, друзья, это крупных адресных проектов, даже крупнейших адресных проектов. По тем переговорам, которые сегодня готовятся на уровень уже визита, как Анатолия Ивановича Юницкого, как президента группы компаний Skyway, и готовятся уже встречи с президентами ряда стран. Это тоже, друзья, уже другой уровень, и, соответственно, общения, и уровень подготовки, который сегодня идет самым активным образом. Друзья, вы можете пока поверить не на слово, но, как вы видели, за эти три года мы, если что-то анонсируем, и если Юницкий говорит, что мы это будем делать, то мы обязательно это сделаем. То есть, по-моему, еще не произошло ни одного события, которое мы анонсировали и потом не сделали. Ну, разве что, наверное, про партию, про которую мы говорили, мы решили создавать политическую силу, но потом из разумных соображений мы перевели это в общественное движение, которое сейчас работает в поддержку проекта Skyway. И я могу сказать, что на сегодняшний момент это абсолютно правильное решение, когда мы вступаем в партнеры со всеми политическими силами, которые поддерживают Skyway, при этом мы оставляем за собой право не поддерживать никого. Это тоже очень правильное решение, потому что мы за Skyway, мы за тех, кто строит, объединяет, мы объединяем мир, а не разъединяем. И мы та сила, которая со всеми дружит, всем нужна, но ни против кого не выступает. И это, наверное, единственное, когда мы говорили о том, что будем создавать, но потом изменили, но опять же, друзья, это после консультации и со всеми участниками, и это выверенное решение. Остальное, когда Юницкий говорил, что мы в мае сформируем конструкторское бюро, сформировали, когда через полгода начнем строить, начали строить, когда сроки, которые сегодня обозначаются, они выдерживаются, когда вышли на испытания в аэродинамике, продувки в аэродинамических трубах, это все, друзья, выполнено. И сегодня у нас предстоит два очень важных экзамена в сентябре и октябре, которые, я абсолютно уверен, мы сдержим, мы выполним и сдадим. Ну, я учился в советской школе, у нас пятибалльная система, вот я считаю, что пятерку, заслуженную пятерку мы с вами в октябре сами себе поставим, когда будет уже годовщина, уже трехлетняя годовщина проекта Skyway, запуска проекта Skyway именно под брендом и с краудинвестингом. И можно будет четко сказать, что, друзья, первый этап мы с вами выполнили, переходя, переходим в следующую более важную работу. Теперь у нас уже в планах это создавать свою инвестиционную компанию и свой инвестиционный фонд, который будет инвестировать в инвестиционные именно адресные проекты. Мы вас всех будем туда приглашать, и те пакеты, те деньги, которые вы заработаете на проекте Skyway, можно будет уже дальше приумножать, делать, двигаться именно с Skyфондом, Skyinvest фондом, который будет инвестировать в конкретные адресные проекты. Это тоже, друзья, в обязательном порядке идет. Подготовительную работу, вы видите, мы уже начали, но это следующий этап, и очень важный этап завершить на сегодняшний момент, это пройти демонстрацию и пройти мировое признание, чтобы уже в следующий этап, куда мы переходим, не было вопросов по поводу технических вопросов к технологии. И это, друзья, октябрь этого года, когда будут продемонстрированы и основные возможности технологии, основные элементы технологии, и, соответственно, будет движение дальше. Ну вот, друзья, на основных, как бы, вот то, что я хотел сосредоточиться и в конце вот включиться, это я, так, привет, инвесторы, это их враги, назначили сырой. Друзья, я могу сказать, что нету у нас сегодня врагов, это тот редкий случай, когда мы дружим со всеми, и на сегодняшний момент задача, которую мы, друзья, с вами решим, и демонстрация технологии, это то, что технология ставит очевидным. Это не значит, что уйдут все проблемы, придут другие проблемы, мы будем решать их дальше, но, как говорила моя бабушка, она очень мудрая женщина, она всегда говорила, что дай бог нам дожить до этих проблем. Вот, поэтому я абсолютно уверен, что мы доживем до наших будущих проблем, мы будем их решать, это как горизонт цели, будем переходить дальше, и, соответственно, с вами двигаться и решать следующие задачи. В этом, друзья, уже нет никаких сомнений. И по настроению, я вчера с большим удовольствием, хоть у меня было очень мало времени в Минске, всего меньше двух часов, мы с Виктором Бабуриным, с Анатолием Дурачевым, я очень благодарен, что он выделил время, что мы обсудили очень многие вопросы, которые сейчас накопились, и которые дальше встают, но я могу сказать, настроение, друзья, ну, а теперь я вам задам вопрос, а какое может быть настроение у человека, который 40 лет идет к своей мечте, 40 лет идет к реализации, сегодня в три смены, друзья, круглосуточно идет строительство экотехнопарка. Круглосуточно, еще раз повторю, и чтобы вы понимали, в три смены. И когда в три смены идет строительство, и вы видите, как на ваших глазах ваша мечта реализует, поэтому я могу сказать, что я видел Анатолием Дурачевым в таком состоянии, когда в 2001 году мы строили, и видели, когда реализовывалась его мечта, и я абсолютно уверен, что когда произошло уничтожение этого полигона, когда мы не смогли его защитить, потому что у нас была небольшая группа энтузиастов, небольшая группа людей, которые смогли организовать это строительство, финансирование, а Юницкий реализовал технический полигон, у нас не хватило сил защитить. Сегодня, друзья, совсем другая ситуация. У нас уже за 100 тысяч активных инвесторов, нас полмиллиона уже перевалило, это те, кто реально участвует в проекте, имеется в виду, зарегистрированы, получают информацию, и мы сегодня активно растущий, развивающийся проект. И сегодня в этом плане идет реализация, и естественно, что настроение у Анатона Дуаровича в этом плане очень хорошее, но я могу сказать, он очень напряженно и очень ответственно подходит к тем целям и задачам, которые стоят впереди, поэтому расслабляться нельзя ни на минуту, ни на секунду, и здесь, друзья, я думаю, что вместе нашими усилиями мы с вами и покажем, и сделаем мировую демонстрацию в сентябре в Берлине, как тут пишут, возьмем Берлин в очередной раз, и, естественно, встретимся и проведем уже демонстрацию действующих образцов технологий Skyway, действующих юнибусов, юнибайков уже в экотехнопарке в октябре. И, естественно, что никаких вопросов ни у кого не останется по поводу того, что существует ли технология, действительно ли она обладает теми характеристиками, которые есть, эти, друзья, ответы в октябре мы с вами снимем. Дальше, естественно, у нас возникнут следующие вопросы, следующие горизонты, и мы их будем решать, и также шаг за шагом двигаться, но темпы будут уже совсем другие, проблемы, которые мы будем с вами решать, они будут уже совсем другие, и я абсолютно уверен, что команда, которая сформировалась сегодня вокруг Анатолия Ивницкого как инженера, как генерального конструктора, как генерального директора, как президента группы компаний Skyway, мы с вами все эти задачи выполним. Во всяком случае, у меня, друзья, на этот предмет нет никаких сомнений. Я думаю, что таких же сомнений нет у Виктора Бабурина, и я думаю, что он, несмотря на свой довольно-таки молодой возраст и премьеру, которому предстоит, очень достойно выступит и перед президентом Танзании, и перед министрами африканских стран, и перед всем техническим сообществом, которые там будут. Хоть он и говорит, я не технарь, но, друзья, я думаю, что он сделает достойную презентацию, и это будет новый уровень, новый шаг в развитии проекта Skyway. Я думаю, что потом мы его попросим очень подробно, так же, как он подробно нам рассказал о визите рода Хука, австралийский директора. Поэтому, когда он приедет с Африки, мы его очень подробно будем расспрашивать и просить прокомментировать то, что там дальше происходило. Естественно, к нему уже будет такая просьба от всех нас, и акционеров, и партнеров, о том, чтобы он подробнейшим образом все отфотографировал, отснял, записал, чтобы перед нами был, соответственно, хороший отчет. Ну вот, друзья, давайте на такой ноте, на такой я сегодня, видите, чуть в конце включился, поэтому чуть-чуть подольше, но давайте на такой ноте мы с вами будем сегодня завершать. Следующая среда, так, следующая среда, я не могу сказать, друзья, потому что мы будем либо в дороге с Алексеем Протиславу, либо уже в Протиславе, поэтому, если будет возможность, мы, естественно, обязательно проведем вебинары. Если нет, то, друзья, следите за расписанием, мы обязательно дадим информацию о том, что есть ли возможности провести, не будет. Но, как вы уже из опыта, наверное, видели, мы с Алексеем проводим вебинары из какой бы ситуации, откуда бы ни было, и из кабинета Юницкого, и с Мариной Горки, и из гостиниц, и откуда мы только уже не проводили, соответственно, вебинары. И сегодня просто не могу не сказать, потому что начинается сейчас один проработка очень серьезнейшего адресного проекта в условиях Крайнего Севера. Поэтому, как мы обещали, что мы будем закладывать с Алексеем первые опоры и мешать бетон, эти записи у вас есть, и мы отчитывались о том, что мы мешали и закладывали, бетонировали первую опору. Точно так же первые фундаменты, которые будут строиться для опор в вечной мерзлоте, мы с Алексеем берем обязательство, что несмотря на холод, а это будет делаться при температуре близкой к минус 40-50, обязательно в этом будем участвовать, и закладку запуска проекта в вечной мерзлоте также будем это... Друзья, больше я вам говорить пока об этом проекте ничего не буду. Поэтому, друзья, давайте на этой ноте сегодня заканчивать. Стрость Кайвей, спасай планету, мы объединяем мир и объединять это, друзья.